Война глазами живописцев. В художественной галерее открылась выставка под названием «Декабрь 41-го», посвященная 80-й годовщине Московской битвы. Какие исторические моменты запечатлели в своих работах живописцы, выясняла наша съемочная группа. В трех залах галереи представлено 74 работы. Многие из них уже знакомы горожанам по предыдущим выставкам. Такие, как эскиз к картине «Бой зенитчиков на Лобнинском рубеже» Владимира Крабкова, «Родненькие» и «На Берлин» Ольги Симоновой, «Дорога жизни, дорога судьбы Константина Буйко», посвященная деду Петру Антоновичу Буйко, водившему во время войны и после паровозы по железной дороге Савеловского направления. На полотне изображен реальный случай из его жизни. При очередном авианалете на эшелон головной самолет сделал такое довольно глубокое пике, слишком близко подошел к земле, сбросил бомбу и не попал. Вот это, конечно, чудо. И осколком его же бомбы он подбил свой самолет, и, получается, он упал где-то рядом, тут же выбежали люди из состава, в общем, его взяли живым. Так что вот такая вот странная судьба у этого летчика. Эта история, рассказанная много лет назад дедом, до сих пор не отпускает художника. Поэтому в течение нескольких лет он постоянно дополнял свою работу. И вот, наконец, она полностью завершена. Что-то переписал заново, потому что были какие-то задумки сделать небо более динамичным, драматичным. И там сделать какой-то символизм в виде летящего навстречу немецкому самолету. Наш самолет в виде такого разрыва в облаке. Не знаю, получилось ли у меня, не получилось ли это передать. Это уже, в общем, на суд зрителя. В картинах художника Елены Чернышовой также отражены события сугубо личные. Они создавались по воспоминаниям ее родных и близких. Серия работ «Память победной войны», выполненная в графическом стиле, передает атмосферу столицы в конце 41-го года, где в те дни находилась ее мама и атмосферу села Красная Поляна, в которой жили ее бабушка с дедушкой. Первая картина называется «Ноябрь 41-го года в Москве». Центр картины разбивается бомбой, кинутой фашистским бомбардировщиком. И он как бы делит на две части жизнь двух молодых людей – девушки и юноши, которые уходят на фронт в разных направлениях. Следующая работа – это как раз тот момент, когда наши войска освободили Красную Поляну и вот уже уходят на следующий рубеж. А бабушка с дедушкой, прижавшись к друг другу в этот лютый мороз, стоят у остовой печки, у своего сожженного дома. И там же в этой работе показано, как советские люди рыли противотанковые рвы на рубеже защиты Москвы. А третья работа – «Победа». Там молодые люди, они уже участвуют в постройке новой жизни, новые дома строятся. В том числе вот как раз на Лобни построен комплекс «Победа». Уже традиционно украшением подобной выставки стали уникальные фронтовые зарисовки Василия Куракина, которые много лет назад художник передал в фонд галереи. В частях на фронте человек, который мог нарисовать портрет, становился таким редким и очень ценным живым фотоаппаратом. Карандашом на простой оберточной бумаге буквально за 10-15 минут создавался вот такой живой портрет, зарисовка, но это реальная такая фиксация событий того времени. И вот тем и ценны эти работы, что это живые люди, это живые свидетели событий войны, это сделано там, тогда. На очень многих работах, кстати говоря, есть помимо звания, года, имени человека, который изображен, и года создания этого рисунка, есть подпись «Участник Московской битвы». Помимо живописи, зрителям презентовали давний проект «Электропоезд. Лобнинский рубеж». Он был создан и реализован еще в 2016 году, в 75-ю годовщину Московской битвы. Тогда сотрудники художественной галереи и активисты обратились в депо города Лобня с просьбой создать именной электропоезд. «Электропоезд ЭД-4М-0459. В нем 11 вагонов. И в каждом вагоне есть отдельный стенд, который рассказывает об одном из воинских подразделений, защищавших Лобнинский рубеж обороны Москвы». Битва на Лобнинском рубеже и другие события периода Великой Отечественной войны отразились и в музыке, которая звучала в этот вечер в стенах художественной галереи. Во время открытия в исполнении гостей, представлявших Государственный музыкально-педагогический институт имени Ипполитова Иванова, прозвучали всеми любимые композиции. «Темная ночь», «Огонек», «Синий платочек», «Севастопольский вальс», «Смуглянка» – все это создавало домашнюю атмосферу тепла и уюта. Отметил это и посетивший выставку глава города Лобня Евгений Боришевский. «Самые тонкие в тронах души задержки, и поэтому я, наверное, хочу сказать о том, что в теплой, домашней даже обстановке проходят мероприятия здесь, в картинной галереи. И действительно важно передать и дух того времени, и образы визуальные, для того, чтобы последующие поколения помнили и гордились». Тому, кто хочет увидеть произведение искусства, следует поторопиться. Выставка продлится лишь до 12 декабря. Всех желающих ждут с 12 до 18.00.